Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня великий двунадесятый праздник! Преображение Господня! Каждый православный христианин знает, что это за праздник и какое событие Церковь вспоминает в этот день. Но сказать можно вот что-то, о чем, может быть, многие и не очень размышляют. Господь преобразился во славе пред святыми своими учениками и апостолами. А почему Он это сделал? А почему Он этого не сделал раньше? Почему бы с самого начала, когда Он выходил на проповедь и когда призывал к себе апостолов, почему бы ему не преобразиться во славе, чтобы они точно знали, что они проповедуют Христа, Мессию, чтобы точно относились к каждому Его Слову как к Слову Божественному? Может быть, тогда бы Иуда никогда не предал бы Спасителя, может быть, и многие другие события протекали бы иначе силой Божией. Но Господь этого не сделал. Он преобразился во славе пред учениками своими в преддверии своих страданий, потому что сознавал, и даже более того, точно знал, как Всевидящий, что если не укрепить веру апостолов, то могут не выдержать этих страшных соблазнов и искушений, связанных с его страданиями. Забудут о чудесах, забудут о словах великих, насмерть перепугаются и отрекутся. Ведь так и произошло, по крайней мере, с одним из апостолов. Но Господь являет им Свою славу, чтобы, видя Его распинаемым, как сказано, страдания оба уразумели вольные и мировы проповедуют, что Ты Христос, Сын Божий. Вот для этого и потребовалось ученикам увидеть Христа во славе, Учителя Своего, который был таким, как они, внешне, который также, как они, ходил по этим пыльным галилейским и иудейским дорогам, испытывал жажду, всяческую нужду. И вот в этом, таком равном им человеке, надо было узреть Мессию, Спасителя мира. И потому, конечно, потребовалось чудо, такое скоротечное, как просто блеск молнии увидеть на мгновение Христа иным, тем, чем Он является Сыном Божиим, пребывающим во славе. И это событие происходит. И является Господь, Спаситель в окружении давно ушедших из мира пророков, является во славе и дарует апостолам свидетельство о Его Божественной силе. И знаем, что апостолы остались верны Спасителю. Конечно, в какой-то момент перепугались, все разбежались, даже апостол Петр самый ревностный и тот стал кривить душой, только чтобы Его вместе с Учителем не арестовали. Но все-таки они веру-то сохранили в Спасителя и связь со своим Учителем не прервали. И, может быть, во многом потому, что видели Его Божественную славу в день преображения. Вот если перенести это событие в нашу как бы с вами жизнь, как много у нас соблазнов, искушений, которые переключают наше сознание, переориентируют наше сознание от Бога, от Христа, от Спасителя, от молитвы, туда, в тот мир, где мы живем, где происходит множество событий, больших и малых, хороших и плохих, мы вовлечены во всю эту круговерть земной жизни человеческой. И как нас затягивает ведь эта круговерть! Иногда люди даже времени не находят, православные люди, чтобы в Храм прийти. Кто-то мне рапортовал с внутренним удовлетворением. Я, знаете, каждую Пасху и Рождество в Храм прихожу. Но какой же ты православный, если только на Пасху и на Рождество в Храм приходишь? И что же нужно сделать для того, чтобы люди и в Храм Божий приходили, и Слово Божие читали, старались жить по Божьему закону? Господь нас не сподобил нового преображения. И этого преображения не будет до Его второго и славного и страшного пришествия, когда Он преображенным явится. Но тогда закончится история и исчерпаются все для нас возможности изменить жизнь к лучшему, тогда мы представим, предстанем пред Господом как судьей, а не как промыслителем и милостивым учителем. Вот для того, чтобы в этой жизни мы сумели скорректировать свое движение по этому пути, чтобы осознали всю важность пребывать в вере в Бога и с Богом общаться в молитве, Господь и даровал апостолам, а через них и нам всем это замечательное событие Его преображения. Мы не видим сейчас Господа во славе, нам этого не дано, но мы верим в свидетельство апостолов, которые запечатлели письменно этот удивительный опыт общения с преображенным Спасителем в окружении двух ветхозаветных пророков Моисея и Ильи. Казалось бы, сомкнулись времена, а на самом деле апостолы были восхищены из этой физической реальности мира и были там, где нет времени и нет пространства. Они видели то, чего они не могли видеть человеческим взором. Они увидели Христа во славе и, пораженные этим событием, отошли с горы, где произошло это событие, конечно, с твердой верой. И как нужна была им эта вера, когда через короткое время они увидели Спасителя поверженным, оскверненным, оболганным, слабым, несущим на себе крест, а затем и висящим на кресте вместе с разбойниками. Но, пройдя через опыт преображения, они уже не могли предать Спасителя, кроме одного Иуды-предателя. И хотя страха ради иудейства, как говорят, говорит Слово Божие, разбежались вначале, но потом снова собрались вокруг своего Учителя и остались ему верными даже до смерти. Для нас это повествование важно вот чем. Господь, как я уже сказал, и нам ведь дает возможность встретиться с Ним в этой жизни через молитву, через причащение святых христовых тайн, через наш собственный, может быть, не очень богатый, но ведь реальный духовный опыт. И для того, чтобы мы не теряли веру, для того, чтобы суета мира нас не поглотила, для того, чтобы мы помнили о том, что Господь явится судить живым и мертвым, нам даруется празднование преображение его, запечатленное уже в церковном календаре и отмечаемое особо торжественно каждый год сегодня, в этот день. И мы с вами, собравшись, прославляем Христа, преображенного предучениками, Христа, явившего свою Божественную славу, Христа, в Которого мы верим не просто как в Учителя и Мудреца, а как в нашего Спасителя и Бога. Мы верим, потому что было преображение, а затем и воскресение и вознесение Спасителя, которому Он запечатлел свою Божественную природу, свою Божественную силу явил всем нам. А значит и образ того, что обращение к Нему, молитва к Нему, вера в Него, есть вера в Бога, а молитва есть обращение к Творцу и Вседержителю, к Тому, в чьей деснице все творение, весь космос, весь мир и душа каждого человека. И укрепляемый этой верой, давайте в жизни своей максимально быть сильными духовно и способными никогда не терять связи с Господом. А эта связь, еще раз скажу, в первую очередь даруется нам через молитву, через посещение Божьего Храма, через причащение святых христовых тайн. У нас так много вот этих средств, которые соединяют нас с воскресшим Спасителем. И какое же безумие отвергать эти возможности и эти средства. Иногда просто по неведению, забвению и, как я часто говорю, по окамененному нечувствию, по неспособности увидеть, понять и сердцем принять Господа и Спасителя нашего. Сегодня праздник преображения Господня должен преображением отразиться в наших сердцах. Конечно, мы не способны в одночасье изменить нашу жизнь. Мы не способны преобразиться во мгновение ока, как преобразились апостолы в лучах божественного преображения. Но мы должны помнить, что преображение – это наша задача. Каждый день мы должны посвящать тому, чтобы становиться хотя бы на какую-то маленькую дистанцию, ближе к Богу, а значит лучше и душой, и всею жизнью своей. Сегодня праздник требует от нас этого движения навстречу Господу, Спасителю нашему, преобразившемуся во славе и через преображение, даровавшему всем нам великую надежду на спасение, через общение с Ним и через молитву, которая, достигая Божественного Престола, дарует нам спасение и жизнь вечную. Аминь! С праздником всех вас сердечно поздравляю!